8 человек из 13 погибших при крушении Ми-8 были жителями Алматинской области. Семьи военнослужащих до сих пор не верят в то, что их родные больше не вернутся домой. Родные Данияра Конерба из Актюбинской области до последнего не верили, что имя майора есть в списках погибших. Авиационному инженеру было 33. Он служил на военной базе Ушарал в Алматинской области, затем в Талдокургане. А в 2013 году перевелся в Актау, где собирался строить военную карьеру. У погибшего военнослужащего остались жена и трое детей. Младший сын родился в декабре прошлого года. По поручению руководства области, семье Данияра Конербае обещают оказать помощь в организации похорон. Данияр был светлым человеком и верным другом. Мы выросли в одном ауле, вместе ходили в детский сад и учились в школе. Последний раз виделись с ним на Наурос. Он приезжал в Актюбе в командировку, навестил родителей в ауле, проведал друзей. Он рассказывал о своих планах. В Актал ему все нравилось, но он мечтал когда-нибудь вернуться в родные края. Имя Сырыма Масалима из Западно-Казахстанской области тоже есть в списке погибших. Уроженцу села Арал-Тубе Сырымского района было 29 лет. У капитана остались жена и трехлетний сын. Отец погибшего рассказывает, последний раз он разговаривал с сыном по телефону днем, накануне трагедии. Сырым сообщил, что находится в Казаларде и собирается в полет. О его гибели нам сообщили ночью. Мы до сих пор не можем поверить. Он с детства мечтал стать военным. В 2007 году окончил военный институт. По распределению попал в Актал. Сегодня соболезнование выразило руководство областного департамента обороны. Восемь погибших в авиакатастрофе были жителями Алматинской области. Это майор Тимур Кудайбердиев, лейтенант Аслан Айдбаев, сержант Кайрат Нурсапанов, старший сержант Мурат Шарипов, младший сержант Асхат Абдулманат, ефрейторы Мираж Жаматаев, Куаныш Саркадбаев и Айдин Абдельгинов. До января этого года пятеро из них выполняли воинский долг на авиационной базе Талдокурганского гарнизона. После чего были переведены в войсковую часть города Актал. Данным военнослужащим от Министерства обороны будет оказана материальная помощь. В рамку действия законодательства будет выплачена единовременная компенсация в размере заработной платы за пять лет и приватизация жилья. Акимат Алматинской области выражает глубокие соболезнования родными и близкими погибших военнослужащих. В свою очередь, нами будет оказана поддержка в организации похорон. Кроме того, будет оказана материальная поддержка. Напомню, при крушении Ми-8 погибли 13 человек. Ирина Панфилова, Хабар-24. Ирина Панфилова, Хабар-24.